Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Ну что, у нас вышла книжка? Ну да Ты держала в руках, смотрела? Такая яркая, красивая Сразу хочется взять, да, открыть и на счет читать Книги очень... Ты знаешь, я вот задерживалась И на какой странице мне подала Ты цепляешься, и тебя уносят в книгу И дальше в углублении Потому что вот эта книга Она на самом деле переворачивает сознание Я, честно говоря, боялась, что она не будет издана Но она издана, она уже есть, и это кайф Я боялась, что она не будет издана, потому что она очень сильно расставляет точки над Да и по взаимоотношениям сознания человека и сознания религии И когда люди говорят про какие-то эгрегоры, еще про что-то Здесь не про эгрегор, речь Вообще я как-то сейчас к эгрегору отношусь как к чему-то пустому Есть коллективное И есть вынос себя в это коллективное Есть вынос ответственности в это коллективное И что остается тогда на месте вынесшего И вот в этой книге, на самом деле, мы очень глубоко дали все, что касается религии И поэтому у меня было опасение, что ее просто могут запретить И кстати, вот вчера закончился курс, он тоже очень глубокий в этом плане В этом же Человек начинает осознавать те моменты, когда ему нужна религия, а когда нет И здесь открывается невероятная глубина, и здесь переворачивается вообще Все знания мира переворачиваются Знаешь, я думаю, что такой же эффект сорвавшейся бомбы у человека в голове будет Когда он расставит отношения с наукой, вот с религией он в книге инфодайм знаний Ему помогает, помогает наше озарение расставить А вот все, что касается науки, это будет в парадоксальном восприятии То есть, когда мы приходим к этому, мы видим просто всю эту узнанку, всю начинку И это тоже очень сильно меняет восприятие человека Это возвращает к себе настоящему, искреннему и открытому На самом деле, когда мы говорим об искренности, люди не понимают, о чем мы говорим Вообще не понимают Ну вот банальный пример, мама заказывает консультацию ребенку Зачастую мама даже не смотрит, что там написано про инфодайм Потому что ей сказали, что там лечат И она быстренько заполнила, не прочитала, начала И даже когда после консультации Есть мамы, которые честно начинают делать зеркало И начинают играть сами с собой Да, да, именно играть Ладно, там читаю по списку Я люблю себя У меня повышенная энергетика У меня высокая вибрация Что такое говоришь? Это ты искренне говоришь себе? Это ты слышишь вообще, когда ты это говоришь? Ты вообще слышишь, что ты сама себе говоришь? И потом человек пишет Так я же делала практику зеркала, ничего не происходит А с тобой что произошло за это время? Как ты изменилась? Просто когда человек говорит, я люблю себя То уже в течение суток он видит отражение в мире Как ты себя любишь И может так получиться, что тебя закидают тухлыми помидорами Потому что любви-то к себе нету И при этом человек даже не поймет, откуда это пришло вдруг Откуда прилетело И будет говорить Я почему-то поработал, и мне стало хуже Я почему-то ругаюсь с соседкой И мне стало хуже Я еще что-то Да, да, да Даже не поймет, откуда что А на самом деле, если ты сказал, что ты себе Что ты себя ценишь То ты сразу же увидишь Как ты себя ценишь Если ты сказал себе, что ты любишь Ты увидишь сразу, как ты себя любишь И причем увидишь именно из глубины То есть, ну ты не понимаешь этого А на самом деле именно твою глубину Мир тебе отразит Да, при этом еще осознать, что это ты так себя любишь Как тебе мир отражает А человек это выбрасывает Это мир, это не я Это не я, не я, не я Да, это не я Это что-то откуда-то вдруг почему-то прилетело Я же хороший Я же хороший, да И я когда смотрю на это, я понимаю Это все про формальное отношение к жизни Я себя формально люблю Я себя формально ценю Я с собой формально искренен Я с мужем формально искренен Настолько слово точное Во всем проходит формальность Во всем Во всем, да И честно говоря, я когда Вот читаю обратную связь А приходится читать много Я эту формальность просто вижу насквозь И понимаю, что Вот формально И пишешь, пишешь, отвечаешь, да И человек все равно не видит Все равно видит Формальность удалить вот из жизни человека Может только сам человек Он может заметить это Наверное, легче всего заметить это через бизнес Где ты формально заработал денег? Да, к сожалению, да Да, где у тебя формальный интерес Через, да, да Вот это, наверное, самое такое Прям в яблочко плющее Да, прям в яблочко Прям в десятку, да Это самое то, в чем действительно человек может задуматься Вот увидев это И действительно, когда ты ему покажешь Он здесь действительно может Да Вот так ты формально ведешь бизнес Вот так ты формально получаешь формальные деньги Вот оно И, кстати, вот эта формальность Мне как-то в жизни приходилось общаться с людьми науки Да И там была интересная такая штука Я все время не понимала, о чем они говорят То есть вот разговаривают два человека Которые Они в науке, но в то же самое время Они на зарплате, да На наемной работе И они пытаются заработать И они делают свои бизнес-идеи Они удивляются, почему их бизнес-идеи бизнесмены не подхватывают Потому что ведь в этих бизнес-идеях куча денег Но все эти деньги – это гранты и дотации И я у них как-то спрашиваю Говорю, слушайте, а где вы видите здесь заработок? Я вижу, как вы тратите чужие деньги Грубо говоря, отмываете их Но я не вижу, чтобы вы зарабатывали И они на меня смотрели широко раскрытыми глазами Говорят, вы не видите в этом денег? Вы не видите какие-то… Можно здесь деньги иметь? Говорю, на грандах и дотациях Но это не заработок Направление денежного потока другое Вот оно, формальное отношение Вот это формальное отношение И это формальное отношение Оно потом проявляется, соответственно, и в здоровье И в отношениях семейных, и везде Оно потом расползается, как паутина Человек привыкает формально жить Он не думает, куда направлен его поток Поток его внимания На растратить или на получить Но при этом он все время недоволен, когда у него в кармане пусто И вот это формальное отношение, наверное, только деньги Как индикатор хорошо показывает А если мы возьмем на искренность Или на отношения в семье Вот положить это Человек как-то очень легко Вползает в болото И он привыкает Адаптируется Адаптируется Даже, удивительно, даже со здоровьем То же самое адаптации Человек будет уже Ну, болит где-то Ну, болит Даже и не дойдет А вот деньги, кстати, очень хорошо человеку Прям быстро Такое чувство, что вот прям быстро доходит Правда? Да, вот этот адаптационный механизм Он на самом деле работает Вот смотри Человек ходит, например, в банк И в банке никогда нет очередей Всегда сидит вежливая девушка, которая обслуживает И он привыкает, адаптируется Потом девушка не очень вежливая Потом в банке появляется очередь Потом на него начинают рявкать Потом вообще ты никто и звать тебя никак А человек продолжает ходить То есть он продолжает выполнять то же самое действие Это переходит в автоматический режим Но вот всю остальную часть Он как формально ходил Она уже изменилась Она стала другой Ты уже можешь сменить банк Но человек не меняет Потому что привычка работает Да? Вот этот механизм адаптации Привыкания Он, конечно, с одной стороны Он нужен психике А с другой стороны Он выполняет такую роль Когда человек, например, первый день Выполняет практику зеркала И он действительно У него могут возникать страхи Чтобы поговорить с собой У него могут возникать претензии к себе И так далее Но он выходит, делает И потом Потом он каким-то образом Переводит это в режим Когда он либо в зеркало Начинает ставить кого-то Либо начинает рассказывать себе Какие-то смешные истории Анекдоты и так далее И он каким-то образом Умудряется вывернуть эту практику Таким образом Что практики уже не осталось И искренность уже не нужна Но при этом Формально я ее выполняю Точно так же формально Выполняется легализация чувств Но вот, кстати, ее на диктофоне Очень четко можно услышать Формальную часть Поэтому про диктофон Люди забывают на 100% То есть вот И даже А что ее надо было делать на диктофон А для кого ты ее говорила Для человека остается Формальная легализация чувств Это выплеснуть свою эмоцию На другого человека Слушай, тебя этому никто не учил Наоборот Это твоя эмоция И ты с ней разбираешься А другой человек здесь ни при чем И получается Вот на этом формализме Происходит подмена на 180 градусов А это значит Тебе зеркало Сразу же отразит Оно отразит Обострением Ухудшением Откатом Чем угодно Вот как только ты В формализм завалился Ты сразу получишь Ответную реакцию И потом Ой-ой-ой У меня все плохо Да, будет плохо Потому что ты себе врешь И вот этот формализм Это Это отражение лжи себе Знаешь Да Когда ты человеку Вот даже возьми Наши практику Наши курсы Даже стримы наши Да И мы вот Наши наши Как мы сейчас записываем Подкасты И человек слушая Он действительно В этот момент Он может вдруг Коснуться самого себя Искреннего То есть Услышать себя Да Быть Оказаться в моменте Здесь и сейчас Но проходит Курс Или там Практику Стрим Проходит И через какое-то время Зависит от человека Человек опять впадает Вот как ты говоришь Формализм Да Это как автомат То же самое В автоматический Свой режим И у него вот Вроде он услышал нас Да Вот где-то услышал У него внутри Откликнулось Он Блин Это же точно Вот так Оно так И у него такой всплеск Да А потом он уходит Опять в свою жизнь И он забывает Об этом всплеске Он забывает О себе То что он Осознал в себе Услышал себя В этот момент И у него Опять начинается Он входит Как знаешь В сонный этот режим Автоматический Естественно Откат будет Потому что Что у тебя В жизни было И если ты опять Ты вышел Из этого Своего Автоматического Режима На время Ты как только Ты условил Что ты вышел Не теряй Это состояние Будь в моменте Здесь сейчас А человек уходит Как в течение И все Естественно У него вернется Все И еще сильнее Откат может быть Легко Потому что Потому что Ты на миг Только проснулся И ты ничего Не успел сделать Ничего не успел Поменять в своей жизни И ушел снова туда И конечно Это все Возвращается Вот этот формализм Вот этот автомат Как Я на сегодняшний день Интерес Как должен Интерес Ты должен быть Интересен Сам в себе Именно Интерес И получается Вот этот Тонкий момент Когда я думаю Об этом Когда работаю С людьми Когда пишу Ответы В вайбере В ватсапе И так далее Когда идет Вот этот процесс У меня все время Возникает вопрос Как Человеку Человеку Развернуть к себе Чтобы он стал Сам себе интересен Как развернуть Его к себе Где у него Интерес к себе Реально ли Самое Это только Он сам Самое Действительно Казалось бы Это ведь Ты сам Услышь Сам себя Казалось бы Ведь Это Это касается Лично тебя Да Кажется Это так просто А это Оказывается Так сложно Это самое Сложное В основе В основе Лежит Отсутствие Интереса К самому Себе Внутри К тому я Которое я Отсутствие Интереса К своему я Да И вот Отсюда Лезет Этот формализм А интерес Интерес Вообще Интересная Штука Да Вчера На курсе Четко Разложили Эту тему Полностью Управление Интересом Если У человека Нет Интереса У него Животный Уровень Сознания И ниже И по другому Не бывает И вот Скажи это Человеку Что он В это Поверит Нет Он сидит Мне Это Неинтересно Это Нет Это значит Ты вообще Не включил Человеческую Часть Своего Мозга Вообще Только Человек В отличие От животного Полностью Управляет Своим Интересом Только Человек И если У тебя Нет Интереса Извини Родной Извини По другому Не будет Но понимаешь Когда ты Об этом Говоришь Вот так Вырванный Из контекста Человек Смешедший Да И это Может быть Только в книге В парадоксальном Восприятии Разложено Подробно Но Опять таки Но эта книга Она переворачивает Полностью Сознание Человека И вопрос А стоит ли Ее издавать Вот Вот этот вопрос Стоит Ребром Знание Вышло Глубина Выйдет Глубина Еще дальше Со знаниями Идет Глубже Еще глубже Да А вот Парадоксальное Уже Восприятие Это вопрос А там А там И так Ты знаешь Мы когда выпускали И первые книги Мы тоже Да Каждый раз Кстати говорили Каждый раз Был вопрос Стоит ли Это издавать Да Всегда у нас Возникал этот вопрос И потом Понимали Где-то уже Вот под конец Книги Мы понимали Надо Надо И сейчас Этот вопрос Но такого вопроса У нас не было В начале книги Оно там уже За серединой Возникало Да А сейчас Стоит С самых первых Страниц Да даже Уже Как только Коснулись Мы Что будем писать Парадоксальное Восприятие У нас сразу Возникло Это для себя Очень быстро Пишется Да Потому что Сейчас весь мир Через эту призму Видишь И так быстро Пишется Парадокс На парадоксе И все На парадоксе И восприятие Другое С другой стороны И даже останавливается Написание книги Книги Инфодайинг Практика Почему? Потому что У меня иногда Руки опускаются Я понимаю Бессмысленность Практики Потому что Она будет Выполняться Формально Потому что Не включено сознание Автоматически Автоматически Это также Когда эти практики Не имеют значения Это то же самое Что ритуал в церкви Да Наташа Он перешел В автомат И все В автоматическом режиме Ритуал Он становится ритуал Вот кстати Действительно Автомат Можно назвать Ритуалом Действительно Поэтому человек И бросает Автоматический режим Тут не об этом Речь идет Как искренность Включить Как открытость Включить Как вернуться К себе Человек говорит Я иду к себе И бегом От себя От зеркала Вот это закон Парадокса Так работает Да В зеркало Когда человек Смотрит на себя Это наука Это нормально Державшись На несколько секунд Он вдруг Он вдруг понимает Что ему Это не интересно Понимаешь И он начинает Уходить Он сам себе Не интересен И внимание Не держится Потому что Внимание идет Только за интересом И все Человек забывает Опять себя И он пошел В автомат Автоматический режим Формальность В ложь Что угодно Он пойдет Будет искать Спасение В ритуалах Потому что Там же извне Помогите Спасите Что и предлагает Религия На этом курсе Было круто Очень На эту тему На этом курсе Было очень круто И он полностью Перетряхнул Смотри Можно было Писать сотнями Анкеты А можно было Пройти один день Курс Но Прийти сюда И Быть вообще Неподготовленным Я представляю Как Переворачивала Знаешь У тех У кого Вот так Как будет Срабатывать Психика Кто вот пришел И сразу Очень большой объем Перевернулся В голове Да Защитный механизм Человек забудет Он будет Забывать Что было На курсе Его будет Просто Как на резинке От трусов И возвращать К пеньку Ну если она Зацепился Трусами За пенек Ну вот тебе Это что О чем О автомате Об автомате Это же об этом Это про автоматизм Человек 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 даже Не успевает Заметить Как он Начинает Засыпать Засыпать Это когда Он входит В автомат Свой В автоматические Вот Покушать На работу Прийти Поесть Лечь Спать Утром Опять Этот И пошел Формализм Формальное Отношение К жизни Формальное Отношение К себе Формальное Отношение К детям И понеслось Сейчас почему-то Вдруг это слово Формализм Вызвало во мне Что-то цепануло Сейчас Прямо Формализм Скажи Формалин Формалин Что это? У меня что-то С мумифицированием Связано Нет? А может быть Ну можно посмотреть Формалин 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 Смотри какое слово Вот вдруг Вдруг Консервант Консервант То в чем Консервируется мыши Смотри Формальность Смотри Человек Формальность Входит в свой автомат Во формальность Формалин Мумифицируется Мумифицируется Консервируется Все И нет человека И вот смотри Я периодически Вспоминаю Сон интервью ксении собчак и я не помню фамилию этого ведущего мужчина и он четко обрезал тогда ксении говорил люди не меняются она говорит ну как же я что не меняюсь вот я изменилась он нет люди не меняются я не вижу он там ее так жестко обрезал вот смотри вот когда ты формально относишься к жизни когда в тебе есть вот этот формалин бред перри форму да вот уже явишься однозначно все ты вообще не меняешься ты законсервирован и ты можешь как ты умеешь ты что же мумифицировался при жизни да ты можешь менять какие хочешь практики ты можешь делать хоть головой об стенку биться ты уже мумия и ты мумия в этой жизни ты мумия в следующей жизни с новой каждый твой день-ночь каждая твоя жизнь смерть будет мумия мумия которая не позволяет открыться вот этому внутреннему огню тому огню который мы вчера конкретно поднимали в людях и ведь подняли и ведь подняли и тогда человек может управлять своим интересом а без этого он не может управлять хотя он же огонь только он этот огонь вынес из себя все вынес из себя осталось свою силу вынес из себя вынес силу остался слабым и при этом кричит что он очень сильный он может все а где ты где-то на тебя нет вот оно формальное отношение ко всему когда человек возвращается к себе искреннему искреннему искра нету формальности нету формалина есть искра есть огонь в тебе есть огонь огонь интереса огонь жизнь и какие слова да вот когда вот это возвращение происходит тогда человек меняется за жизнь дело в том что не меняться человек в принципе не может те кто уже в формалине они все равно обречены на испарение на удаление из игры симуляция их не будет держать но еще одна жизнь но две инвалидные и потом фух и выкидывание почему потому что в симуляции четко идет должно быть развитие потому что деградация конечна а развитие бесконечно и если ты в деградацию ходишь что ты доходишь до точки конечной и тебя перекидываешь все тебя нет тебя соединила общая масса навоз перегной плодородная почва и там взрастут новые семена новые игроки и так далее симуляция не будет тебя держать все и когда ты осознаешь что ты и есть эта симуляция то это уже интересно но она не будет и когда ты осознаешь что ты создаешь ее ты создаешь ее дай ты создаешь эту игру и ты создаешь развитие либо деградацию не меняются те кто деградирует кто формально относится к своей жизни хорошо как выйти из формального состояния вот что можно посоветовать человеку который застрял вот в этом форма линия он так живет у него такая семья у него такая работа у него у него даже других мыслей нету ты понимаешь даже наши книги их же читает не так много людей да и к мыслям тем же самым что мы приходит немного людей к осознаванием большинство людей бегут как белка в колесе формально проживая жизнь ты знаешь ты сказала вот фразу что не так много их читают знаешь наташа я просто чувствую даже пока она только начала да и она уже не нельзя сказать не так-то много уже много мы знаем что много книг разошлось да и передаются книги и в какой-то момент это будет знаешь как ты как вот как это сказать вспышка и внезапно вот сколько там процентов 15 процентов до надо а потом все она уже неконтролируемо покрывает всех вот поэтому ну ты задала вопрос как как и у меня на самом деле действительно ставка на книги может быть может быть я не права но у меня есть есть такие мысли потому что книги я ну мы же знаем как отзывы у людей по книгам по нашим как они уносят и знаешь человек перевод когда имеет эту книгу он периодически возвращается к не возвращается к ней имея и он таким образом себя удерживает на на плаву и в итоге он все но откроет себя откроет вот когда человек однажды один раз только коснулся да у него нет допустим книги взял почитать коснулся ему стало интересно он до загорелся про там ну поинтересовался но потом ушел снова от нее чист спустя какое-то время у кого-то быстрее у кого-то дольше он все равно вернется к этому ну я как-то вот мне ближе всего это книги но книги книги до книги меняют сознание ролики наши меня ролики конечно меняется в сознании много но точно так же меняют сознание курсы курсы потому что ты проживаешь это все ведь смотри на курсах нельзя вот то что мы преподаем там нельзя обмануть человека ты будешь человек в состоянии где он находится вот в состоянии полностью искренности сам с собой кстати я сегодня получила обратную связь от человека который по нашему курсу по одному из там из прежних занимался и он вдруг понял что то что у него в жизни от ума это что у него идет внутри он вдруг услышал что ответы на вопросы диагонально противоположные и тоже сегодня написал что был в шоке от того что внутри звучат не те ответы он только начал заниматься класс понимаешь я понимаю что когда человек к этому приходит это первый шаг это уже много человек уже обратно не выскочит все потому что он услышал себя но опять таки готовы ли люди сами заниматься смотри если человек не готов даже прочитать вступление в консультации или на сайте найти где та же практика находится готов человек там учиться заниматься и да вот в том то и дело что нет вот поэтому именно поэтому я и говорю что я чувствую книги наши курска на через книги на курс идет человек придет но не только через конечно еще но просто человеку сложнее прийти сразу на курс но это да человеку сложно и человеку очень сложно перестать лгать себе очень сложно сейчас потому что вот эти формальные штуки когда в нем работают вот это формальное отношение то перекрывая боль да когда ему там болит за ребенка или болит за себя он тогда все равно уносится в боль и он все равно нравится он забывает он все равно уносится он все равно не возвращается к себе он ищет все равно где-то снаружи он бегает помогите спасите сделайте исцелить и обесценивает самое ценное себя самое ценное в этот момент именно он ищет помощи и убегает от нее сломя голову в нем решение от днем проблем вот здесь нет уносит у нас сносит просто обесценивает самое ценное себя до последствия обесценивания себя человек не понимает он потом горит зеркало я ценю себя и он получает из реальности оценку но он же внутри не осознает насколько он не ценит себя нет это разные вещи ты получил но ты еще опыт не осознал и не факт что осознаешь не факт что вообще-то прешь может тебе еще не один десяток раз придется это прожить потому что этот механизм а вот это а вот это уже помогает раскрыть в человеке вот как как раз таки наши стримы наши курсы курсы до наши практику мы наши подкасты вот все это она на самом деле помогает человеку держаться не убежать сломя голову но это видишь смотри моим бы с тобой тогда давай сейчас вот просто словила нитку и честный ответ на вопрос сейчас задумайся мы с тобой потратили три года да мы просто шли за интересом мы углублялись мы расписали психику мы вот эти вот поведенческие реакции человека мы все это порасписывали в книгах том числе очень много сознания озарений переворачивающих восприятия полностью достали наружу да вот смотри нам было тогда интересно экспериментировать как людей жизнь меняется и так далее вот сегодня тоже смотришь с другого восприятия с парадоксального когда ты видишь сразу видишь вот начало зачем болезни конец и зачастую ты смотришь на человека и понимаешь что он будет очень много хлопать крыльями говорить я я я я все сделаю а на самом деле он вообще ничего не сделает ведь это же видно сразу и у тебя есть это интерес работать с людьми но ответ очевиден все равно она знаешь как грусть наступает скажи грусть наступает и даже разочарование согласись но при этом этот же человек отражает нас а вот это уже вот это вот уже парадокс из парадоксов согласись что когда ты начинаешь вот об этом думать о чем это а вот смотри я когда об этом думаю у меня внутри возникает не тихая грусть у меня тогда внутри возникает огонь разобраться дожди дорогая не доработала не дошла уселась на трон со стороны хорошо вот так сказать да тихая грусть он там видишь как парадокс работает как выворачивается все очень легко сесть на трон наташа нет я тебе скажу что вот эта тихая грусть она не тихая гру здесь грусть и разочарование но она по моим чувствам она для меня выглядит знаешь как как пауза для анализа анализа того что происходит и в этот момент как раз таки именно и возникает вопрос а ведь это наше отражение да мое отражение и вот вот как раз таки у меня именно это она садит на паузу на паузу которой ты начинаешь зависать и в этот момент мы с тобой с тобой очень хорошо знаем когда этот вопрос возник он как раз возник совсем недавно и именно в этот момент казалось бы зависнуть и прочувствовать а скажи время у нас на это есть сейчас она вдруг смотри как нам отражает тут же пошел у нас как только мы зависли зависли ты же знаешь вот это растяжение тут же пошло что смотри у нас сессия у нас отлет у нас работа у нас и просто нету минутки продохнуть не передохнуть и ты ночью в ночь ты ложишься в постель вот только ты пришел домой лег в постель быстренько помылся быстро помылся лег в постель утром уже подскакиваешь и попер вот обрати внимание как только вот это зависание сразу коллективно да те тут же пиши сюда валивают а это о чем говорит а теперь смотри а когда зависание происходит да когда коллективная приходит тогда когда ты отключаешься правильно да то есть смотри зависая для того чтобы осознать почему такое отражение мы видим да на самом деле в этот момент мы засыпаем вместе с этим временем мы и сами растягиваемся мы как наш как замедленная съемка сказать а при этом а при этом вот да а при этом сколько действий здесь вот так но все эти действия на автомате все эти действия во сне институт до работа но не такая что которая с интересом а которая у нас связана с нашими другими да какими-то отъезд все все в один миг вот обрати внимание единственное что о чем мы сейчас говорим мы сейчас уедем и мы все поставим по полочкам для себя разложим мы четко знаем что эти две недели для нас будут перезагрузки перезагрузки на и отключение от коллективно и ты знаешь и тогда в таком таком случае получается что не мы в ловушке коллективная у нас в ловушку попадает мы набираем вот в эту паузу коллективная набрать а теперь мы четко знаю что две недельки и мы вот это вот разберем с потрохами и рванем самое главное что интерес вот вот этот момент остановки интереса когда ты его фиксанул и когда вот начала возникать вот это вот пауза которая тут же заполнилась коллективными проблемами мгновенно причем мы реально продохнуть некогда у меня так столько административа сколько за это кешки говорю там не было уже давно давно вот ровно на две недели просто даже книги с не успеваешь до выживаешь только за счет тренингов тренингов и погружений ты возвращаешься к себе наполняешься ресурсом и просто возвращаешься в счастье потому что все остальное время забирает коллективно это вообще парадоксальное вот это вот состояние и при этом ожидании так четко знаешь потому что мешочек наполнили переварим в огонь заберем ресурс и с новыми силами с новым огнем с новым интересом да потому что не свое но это вообще очень интересно на самом деле дело в том что я чувствую что ресурсу на сегодняшний день у нас хватает быстро менять отражение свое но мы этого не делаем не делали потому что есть система ценностей убеждений не делаем потому что но это оправдалки на самом деле смотреться в грязное зеркало я не хочу поэтому у нас с тобой будут большие планы на январь и дальше мы полностью перевернем опять все и надо будет вот эти моменты по парадоксальному восприятию все таки успеть положить на бумагу которые сейчас пишутся удивительно вот эта книга парадоксальное восприятие пишется очень быстро реально на нее нет времени вообще днем не успеваешь но ночью где-то все равно и потом смотришь а страницы просто летят что невероятные объемы материала осознаются осознаются видишь и каждый раз когда я сейчас находясь в коллективном и захватывая очередной объем коллективного я смотрю на поведение людей на проявление людей как что они делают и автомат 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 то же самое могу сказать о себе словила очень сильно словила именно вот этот как ты говоришь автомат да а у меня знаешь как выглядит сон вот человек ходит в этом ой как-то называется есть болезнь только лунатик лунатизм во сне идет вот прям на человека смотришь на людей смотришь и они во сне они плывут как в помутненном помутненном состоянии есть такое таком прям как смотришь и понимаешь видишь как густой густое пространство и в этом пространстве вот просто проплывает человек который ну вот у меня такое восприятие сейчас игра не своя игра не интересная игра хотя в принципе приходили то в игру с интересом не играли с интересом самом деле на самом деле все начинается мы знаем что с ребенок приходит рождается очень важно мудрость родителей до в этот момент а потом уже пошел садик и очень важно больше всего это школа именно школа то первое что начинает усыплять ребенка именно вот усыплять добивает институт вот уже когда на пороге института оказываешься вспомни свое состояние как ты выходил из института вот я вчера на защите очень четко вспомнила это дело да вот институт ты выходишь из института и перед тобой весь мир но этот мир для тебя чужой это не ты и у тебя даже момента нету допустить что это ты даже мига нету сомнения что это ты и таким образом ты идешь сразу сразу доказать этому миру что ты ему нужен ты вываливаешься туда я тебе нужен потому что до конца института твоя жизнь катилась по рельсам и ты не задумывался на эти темы у тебя все обеспечили родители до которые тебя содержали которые тебя учили и вот до конца института у тебя все было уже расписано куда где и как ты будешь полностью а на выходе из института это не расписано и ты вываливаешься вот в эту жизнь спящие да и ни один момент не берешь на себя ответственность ты пытаешься вклиниться в этот мир по принципу я этому миру нужен а на самом деле этот мир создаешь ты ты не на одно мгновение не берешь ответственности за это и только мудрые родители учат своих детей и еще когда они студентами будучи учат брать ответственность делать самим выходить свой собственный бизнес и и выходя из института тогда человек выходит нет возьмите меня хоть кто-то я тебе чтобы я вам был нужен хоть кто-то хоть кто-то да хоть куда-то на работу у меня в на работу войти возьмут а меня еще в какой-нибудь айти возьмут и пытаются пролезть просочиться с вот прям да и начиная ложь пошла а если человек идет сам со своим интересом тонн просто тогда у него есть образование и он оставляет его в своем интересе очень разное восприятие и здесь вот этот выход в жизни он очень многое значит и я вот когда сейчас своих детей выпускаю в жизнь да я у них сразу никаких поисков что я вам нужен нет нужен сам себе вот когда ты себе нужен то тогда ты нужен всем тогда сразу все захотят с тобой взаимодействовать но когда ты себе не нужен ты никому не нужен и акцент именно на себе также и в отношениях тоже если в отношениях ты умеешь любить себя ценить себя ты нужен себе то тебя и семья будет она будет крепкая она будет она будет вот как как мы всегда говорим 100 на 100 не 50 на 50 до половинки две нет целостные все но при этом эта целостность она создает вот этот одно большое мы которая живет в гармонии в счастье в балансе это счастливая семья как ответственно мира результат 100 на 100 до то же самое блин эти все темы такие но как как вот как вот скажи да как человеку вложить вот эту глубину глубину осознание которую осознаешь и как пока он сам и как ничего за человек это не сделано пока хочу пока в человеке не вспыхнет огонь то есть пока человек не вернет огонь своей жизни желание жизни в себя интерес к жизни интерес жизни невозможно невозможно он будет всегда ты его будешь поворачивать а только ты отпустил он опять как уходит как как знаешь не валяшка вот ее наклони она путь да все равно болезнь нужно и тогда только болезнь боль может вернуть боль ну что ты уже малыш иди боль страдания и человек при этом не понимает что это он сам себе создает чтобы услышать себя увидите чтобы проснуться а человек и это выносит во мне меня обидели меня обвинили им нет я такой бедный несчастный мне плохо да и не слышит не видит и близко даже не разворачивается самому себе при этом не пытается даже взять ответственность на себя за это хоть ты ему подсветишь 250 тысяч раз вот как ты видишь работу с аутизмом дальше у нас есть наработки с разных восприятий с разных уровней я сегодня четко осознаю что надо включать родителей да однозначно однозначно родителей и включая родителей надо чтобы ты знаешь вот методику которую мы с тобой хотим но это формализм она не уберет формализм но 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 родитель который блин сложно даже сказать вот ты можешь расписать методику дать и в итоге он занимается по методике формально и у него нет результата согласно согласно ни одна методика не может закрыть формализм не одна согласна согласна и тогда получается смотри тебе надо удерживать человека какое-то время как мы и делали всегда до удерживать на на своем ресурсе получается для того чтобы чтобы вот как камера допустим до отключилась и на аккумуляторе в работу и на аккумуляторе да я сейчас вопросов больше чем ответов на самом деле потому что я вижу что с одной стороны нужен центр для того чтобы сменить среду обитания того же самого ребенка и родителя с другой стороны я осознаю что он не нужен потому что как только он меняет среду обитания тут же будет вынос ответственность и вообще то есть уже в этом центре за человеку очень раз человека значительно сеть в общем-то сложнее важнее чем его засовывает его собственная жизнь человек очень быстро перенесет ответственность до самое то что для него и вот этот вот разворот это самое сложное и тогда и тогда когда выход 1 который все как есть и тогда 2 человек развивался своим чередом и тогда 2 оставить все как есть чтобы он сам развивался имея уже вот у тебя есть ты видишь есть наработки сидишь и дальше и вышел молодец выключи свою лень да да или второй вариант тот который не буду озвучивать казалось бы на самом деле наташа мы с тобой очень хорошо знаем лекарства есть разработана до путь путь к выздоровлению есть четко проложен этот клубочек с нитками четко есть но человек даже это не хочет брать ты ему этот клубочек знаешь как вот покажи даже в руки не давай а покажи и разматывай а он будет идти тогда возможно еще тогда есть вариант баба яга ведь не вела иванушку за руку но да кстати да она дала клубом и куда покатиться туда идти ты иди все иванушка пошел искать тоже надо на эту тему подумать а когда она дала когда он к ней пришел когда иван к ней пришел пришел и какие-то условия были выполнены просто так она не дала кстати были условия условия на которые он пошел и после этого надо кстати вот это прочувствовать просто так баба яга не дала я засыпаю после костра у меня глаза слипаются глаза слипаются и просто огонь сегодня не поджигает а уводит в сон и говорит девчонки перегруз год он очень плотный работает такой плотный что просто и перегруз именно поэтому мы с тобой очень хорошо выбрали время для перезагрузки уехать уехать потому что уже просто отключение от коллективного надо оно кстати не отпускает вот до последнего прям до момента посадки самолета до самого последнего момента не отпускает и понимаешь что нет вот оно обрезано иначе не вырвешь то есть вот просто в лес уехать сбежать да уже не получится уже все уже догоняет догоняет и говорит нет будем играть в эту игру